Рыжкова Екатерина. Это могло бы стать забавным совпадением. Все экзаменуемые представительницы прекрасного пола. Но испытания в ГИБДД не случайность, а задумка организаторов. У всех присутствующих дам уже есть водительское удостоверение, однако ответить на 20 вопросов из билета девушкам пришлось вновь. Все для того, чтобы стать участницами конкурса «Автоледи-2016». Сдается теория знаний правил дорожного движения. Это ничем не отличается, как и от других участников дорожного движения, которые первоначально сдают правила дорожного движения. Они проверяют свои навыки. То есть кто-то управляет транспортным средством, три месяца решат очень хорошо, кто-то пять лет, но подзабыл немного правила. Тут все выясняется. Я сдала, все правильно, волнуюсь, все замечательно. Таким образом организаторам удалось выбрать десятку лучших. Именно они поборются за звание главной автоледи областной столицы. Первое испытание для финалисток прошло сегодня в одном из автоцентров под прицелом фото и видеокамер. Раз, два, три, поехали. Екатерина – молодая мама с 7-летним стажем вождения. Признается, конкурс для нее не просто развлечение во время отпуска по уходу за ребенком. Это настоящий вызов. Конкурс для меня – это как еще один из поводов доказать себе, что я могу все и также показать, что я хорошо вожу. Еще раз всем мужчинам, которые сомневаются все-таки в навыках вождения женщин, доказать, что есть женщины, которые хорошо водят машину. Вот, и поэтому я здесь. Главным соперником для девушек в этом испытании стало колесо. По легенде, им срочно необходимо поменять запаску. Рекорд прошлых лет – 3 минуты 50 секунд – так никто и не смог побить. Им тяжело колесо. Физически тяжело поднять колесо и поменять его. Поэтому основная проблема – это физически. Однако до того момента, как поменять колесо, его еще предстояло открутить. Орудовать ключом на маникюренной рукой оказалось не так-то просто. Результаты сегодняшнего испытания тоже повлияют на итоговую оценку. Финал будет проходить на глазах у всего города. Финал конкурса – это три испытания. Первое испытание – это визитка, когда девушки выходят на большую сцену на площади. Для многих из них это такое отдельное, очень волнительное событие, к которому они очень сильно, серьезно готовятся. Второе испытание – это украшение автомобиля. За три года проведения конкурса, каких украшений мы только не видели. Это была и хохлома, и танки. Очень было интересное украшение. И третье самое важное, самое серьезное испытание – это непосредственно самоуправление автомобилем, то есть само вождение. Оценить мастерство вождения и просто поддержать участниц можно будет 2 апреля на площади Революции. Старт праздника ровно в полдень. Павел Громов, Алексей Романов. Новости Вологды.